всем добрый день здравствуйте 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 григорий дорогой ты меня видишь слышишь я уже здесь я уже на связи жду тебя подключайся быстрее конечно начала чего же ждать григорий не любит когда опаздывает поэтому я григорий уже на связи давай аветов подключайся я готова ну что гришенька где ты ты любитель онлайн конференции встреч я здесь я жду подключение дорогой григорий если оно произойдет о прекрасно григорий добрый день как вы поживаете григорий шикарно вот теперь мы можем выступать вместе вот знаете если бы только не висли вообще было бы вообще все было бы просто невероятно хорошо григорий так вы зависли григорий вы благополучно висите мы можем перезапустить еще раз эфир вы можете приехать в тинатин сегодня в тинатин прекрасная вечеринка посвященная дню рождения ресторана тинатин мы можем выйти в эфир оттуда григорий они соединиться с вами вновь и так григорий мы сегодня с вами хотели проговорить про синергию про то какие нас с вами ждут веселые деньки на следующей неделе что в общем у робота софии и стивена сигала вот не побоюсь этого сравнения поэтому где же григорий мы на григория не хотим смотреть пишет данка ну что делать на григория придется посмотреть потому что григория хочется посмотреть мне григорий подключайтесь жду вас где вы григорий секунду пишет григорий декори даже если бы вас пришлось ждать всю жизнь если я не была замужем возможно даже я вас подождала ну что ж григорий жду вас где вы дорогой родной григорий аветов мобильный жду аветов аветов вот так аветов идите сюда пожалуйста видите не вы один ходите со мной прямой эфир григорий в прямой эфир со мной много кто хочет опять я вызываю вас на эту дуэль на эту инстаграм дуэль заходите григорий добрый день добрый вечер жду вас кстати что мне интересно вот в этом году мне кажется синергия делает очень клёвую штуку связанную с тем что условно что бы в этой жизни могло объединить стивена сигала хабиба нурмагомедова роберта софию венди сузуки ничто вот реально даже сложно их представить всех вместе на каком-нибудь в какой-нибудь гостинице на каком-нибудь необитаемом острове отдыхающим но вот а синергия в этом смысле конечно уникальная организация григорий снова здравствуйте григорий здравствуйте вас не слышно григорий а вот сейчас даже вас слышно добрый день григорий а вы все играете в луны маской я смотрю вам все кажется что технологии уже дошли до того уровня что вас не слышно вас нет не слышно григорий не слышно 1 2 3 4 ну так плохо слышно вы орете как деревани на базаре но так вот слышно алё вот да да добрый день здравствуйте как вы поживаете привет тиночка григорий могли бы приехать на вечеринку тинатина и оттуда выйти в прямой эфир а если тебе когда ты меня просто не приглашаешь а мне просто показалось что все про это знают сегодня ресторана тинатина день рождение если вы через два часа приедете мы с вами выйдем в роскошный прямой эфир из ресторана тинатина тим вдвоем обнимаясь поедая хинкали обтекая хинкальным соком вот а потом послушаем немного там адзе скажем ей что лучшее что она может сделать в москве это прийти на синэджи форум синэджи глобал форум вот и провести прекрасный вечер вместе ну как решите я рядом с тобой я рядом с тобой готов обтекать не только хинкальным соком григорий ну здравствуйте я надеюсь вы то же самое не скажете присутствии двух сильнейших мужчин стивена сигала и хабиба нурмагомедова я и всех загашу ради тебя это понятно рассказывайте вы практически как сценарист как джон мартин написавший написавший невероятный game of trolls почему в этом сезоне на глобал форуме вы собрали именно этих людей вместе ну по хабибу ты знаешь у нас с тобой задача есть гипотеза что хабиб умный это гипотеза ее в нее не верит широкая общественность потому что все хабиба представляют как ну представитель северного кавказа который вылетает из клетки и бьет значит ирландского тренера но у меня есть гипотеза я считаю что наряду с другими дагестанскими бойцами которые все примерно одинаково борются преимущество хабиба заключается в хорошо развитом подвижном интеллекте вот собственно так это или нет тебе предстоит узнать во время диалога хабибом но смотрите я хочу вам сказать что на клетку прыгал зубаира вы знаете я очень хорошо знаю зубаиру это человек номер два в команде хабиба вот он тоже с нами обязательно будет еще приоткрою вам завесу то есть там такая вообще компания собирается вы я хабиб зубаира тоже идет это называется найди одного лишнего называется найди лишнего вот я хочу вам задать вопрос скажите пожалуйста вы про заура знаете из команды хабиба нет я не знаю про заура из команды хабиба ну я открою маленький секрет на самом деле сейчас абсолютно без юмора и без иронии про хабиба пишется книга а заур да я его знаю конечно я не сомневалась что чувака по имени заур вы конечно же хорошо знаете казалось бы как вы могли не знать чувака по имени заур да да он мне звонил он мне писал заур простите меня если ты знаешь прекрасно то есть заур зубаира хабиб найдите лишнего да абсолютно скажите пожалуйста вот все таки меня интересует при этом в этой странной компании записались Джордан Белфорд и Мальком Гладуэл как эти интеллигентнейшие люди просто согласились проучаствовать вот как бы он сказал мягко говоря в этом кавказском празднике мягко говоря слушай но это была хитрость со стороны организаторов организаторы они же очень хитрые поэтому они сначала подписали тех кто однозначно бы откололся когда бы увидел полный состав спикеров сначала мы подписали господина Малкома Гладуэлла который вообще очень внимательно и трепетно относится ко всему составу и он не может находиться рядом с кем попало он же интеллектуал американский эстеблишмент первого мы подписали его и это была самая большая инвестиция в российское образование потому что только для тебя скажу и для твоих подписчиков значит Гладуэлл мне обошелся в 200 тысяч долларов это наверное самые безумно потраченные 12-14 миллионов рублей в истории то есть никогда давайте подумаем что вы могли бы еще купить на 200 тысяч долларов Аветов я бы мог купить 2 часа личного общения с Тиной Канделаки ну это вы меня спасибо очень высоко оценили но тогда эти 200 тысяч долларов вертолет вы могли бы кстати купить на 200 тысяч долларов поддержанный ну я бы нормально потусил Тина вот честно то есть я бы реально я бы кайфанул то есть за за 40 миллионов рублей я бы реально кайфанул я бы так еще бы натворил а так всего на всем все удовольствие это мы с тобой час послушаем Малком и Гладуэлл на сцене ну давайте скажем так давайте вот посмотрите даже если бы условно говоря с красивыми девушками уехали бы в Таиланд и решили бы потратить эти 200 тысяч долларов ну что вы бы были ни лучше ни хуже и в принципе были бы один из немногих людей который бессмысленно потратил большие деньги а так как вы на эти деньги привозите Мальком и Гладуэлла то вы всю жизнь останетесь в памяти всех женщин которые вас вожделели вожделеют и будут вожделеть мужчины который 14 миллионов подарил не любовнице не дом ей купил не особняк не стоматологию открыл и не салон красоты а привез Мальком и Гладуэлла вот всем влюбленным в вас девушкам я считаю посмеется приезд Мальком и Гладуэлла это же надо быть таким идиотом почему почему да это правда ну посмотрите дорогая если хочешь честно значит 90 процентов тех кто придет на форум даже не знает кто это такой ну слушай 90 процентов людей которые придут на форум абсолютно понятно что знают Стивена Сигала и Хабиба Нурмагомедова Ричард и Гир я тебя кстати везде защищаю я вот сегодня тоже была в компании мне говорят кто этот аферист Аветов восстанови его я говорю почему вот он привозит этот ну все интеллектуалы ты понимаешь тебя ненавидят за Тони Роббинса я говорю ребят вы просто глаза откройте то есть Аветов продюсер настоящего будущего и будущего 2.0 то есть благодаря тому что он привозит хайповых селебрити в мире коучинга он вам дает возможность встретиться опять таки возвращаясь с Малькомом Гладуэллом с которым вы в этой жизни не должны были встретиться вообще вот просто от слова вообще поэтому Аветов я тебя люблю и ты молодец я тебя тоже кстати у тебя там подписчики пишут еще варианты что куда можно было потратить деньги Гелендваген купить сразу этнический состав этнический состав твоей аудитории он сразу очевиден ребят большое спасибо за подсказку про Гелик потому что ну представьте опять таки не просто Гелик купить неинтересно ведь интересно купить Гелик и загрузиться в Гелик за рулем Канделаки рядом Стивен Сигал сзади Аветов Хабиб Нурмагомедов Зубай Рейзов и Робот София на капоте и Робот София вообще если честно когда я ну я знаешь я вечером ложусь спать и я себе представляю что мы натворили Ричард Гир Хабиб Нурмагомедов Джордан Белфорд Малком Гладуэлл Робот София и я понимаю что это несовместимо вообще на одной сцене нет мне многие говорили мне всем было интересно вот чем после Тони Роббинса уже в принципе ты удивишь людей потому что уже ну уже дальше как бы тупик какой-то но конечно это картинка где Стивен Сигал Хабиб Нурмагомедов и София вместе ну то есть это это дорогос ты придумал кстати кто из маркетологов это очень круто а кто это придумал ну маркетологи лид очень тяжелый молодцы респект им потому что это люди перепощивают пересылают друг другу потому что конечно это прекрасная женщина а ты знаешь что максимальное количество этой картинки я вижу у себя в отметках в инстаграме с надписью наверху о ветах перестань это жесть жестокая о ветах прекрати издеваться а я немножко так предопределю события они же еще не знают что о ветах еще в Софию не игрался а это в Софию игралась и София очень быстро может выучить твое имя и начать с тобой разговаривать мне кажется не дай бог София с тобой начнет о ветах разговаривать мы потом все будем эти ролики эти сторис этот контент терпеть еще в течение месяца после формы о ветах София лежат о ветах София стоят я не знаю то есть она крутая София очень крутая я с ней познакомилась на деловом завтраке у Грефа в Давосе чтобы ты понимал попасть на деловой завтрак Грефа в Давосе практически нереально там просто ну реально лидеры государств то есть там финансовые гения это очень камерное мероприятие и вдруг как бы он выходит и говорит что вы знаете сегодня вот я хочу представить свою соведущую робота Софию вышла она она была тогда еще очень только-только ее кто-то из крупных фэшн-журналов снял в рубашке Шервина ну это такая достаточно дорогая марка то есть София при парике при Шервина по полной программе ну вот и она очень быстро обучаема да вот они все деньги которые кстати они получают от ее коммерческой деятельности они инвестируют в рост интеллектуальной Софии то есть они ее продолжают все время прокачивать и обучать и я не знаю какие да я не знаю кто приедет приедет мой товарищ Влад Мартынов бывший йота и тебе с ним будет очень интересно я уверена что потом Влада отдельно пригласишь выступать потому что Влад крутейший парень недооцененный в нашей стране вот он вместе с Софией приезжает я с ним переписывалась сегодня я говорю как едете он говорит будем будем ждите а они знаете что еще попросили они попросили встречи с Ричардом Гиром а команда Ричарда Гира сказала что не будет встречаться с роботом София угадай почему потому что он же увлекается я так понимаю тибетскими практиками и что в рамках тибетской психологии и идеологии нельзя встречаться с роботом что а что скажут Не, никогда не догадаешься. Очень аккуратная команда Ричарда Гира, очень аккуратная, сказала о том, что мы не можем встретиться с роботом София, потому что София гражданка Саудовской Аравии. А у нас Саудовская Аравия... Поняла, мне замечания делают, говорят, как вам не стыдно, зачем вы жуете жвачку, разговаривая с самим Оветовым? Извините, приношу свое извинение, как вы скажете. Конечно же сейчас же была неправа, но на самом деле мне казалось, что в таком свободном эфире можно и жвачку. А, я думал, хорошо. Чай можно пить при Оветове? Просто хочу узнать. Да, конечно. И обтекать хинкали. Ну, короче говоря, Гир не хочет встречаться с роботом София из-за того, что она гражданка. То есть, понимаешь, даже робот попал в... Под санкций. Под санкций. А что сказали Стивен Сигал и Хабиб? Ну, робот София пока не изъявила желание встречаться с Хабибом. Может быть, они боятся повреждений, которые потом... А, ну, я ей сегодня скажу тогда. Я ей оглашу список. Слушай, а скажи мне про Джордана Белфорда, потому что он тоже не особо известен в нашей стране, что дядя Джордан. Слушай, Джордан, он чем крут? Первое, тем, что про него сняли фильм «Волкс Уолл-стрит» и фильм «Бойлерная». И для меня лично, когда я с ним встречался в Нью-Йорке, он в Нью-Йорке у меня выступал, для меня это лично кейс невероятный. Я не могу понять, что в жизни человека должно произойти, чтобы он был аферистом, мошенником. Потом его посадили в тюрьму. Безвыходная ситуация, ты был наркоманом и мошенником, у тебя тупик, ты банкрот. И вдруг про тебя снимает фильм «Мартин Скорсезе» и тебя играет Леонардо Ди Каприо. Я не понимаю, как это возможно. То есть я хочу, чтобы если в моей жизни будет такой тупик, мне так вот... Чтобы тебя собирал Володя Масков. Ну, хотя бы. Я соглашусь и на господина этого, который маленький такой актер, как его зовут, такой... То есть Деряка Паша? Да, на Пашу я соглашусь тоже. Вот. Просто если... И пусть режиссером будет Киасаян. Не Киасаян, а... Да, Киасаян все будет хорошо. Пусть будет Киасаян. Но опять армяне все собрались. Хорошо. Играет Гаустян, снимает Киасаян. Сценарий. Да, я просто, честно говоря, я не понимаю кино. Но ты знаешь, чем крут Джордан? Туда надо отправить всех менеджеров по продажам, потому что он очень круто мотивирует продавцов. Я вот сейчас делал скайп-конференцию со своими продавцами в школе бизнеса. И они прямо все кипят. Говорю, он прям такой мотивейшн-мотивейшн-спикер. Ну, ты представляешь, как у него допамин-то там просто в каком количестве вырабатывается-то? Да, конечно, уже... На Ютубе его выступление. Да, он просто его шпарит так, что просто ощущение, что, я не знаю, он точно чистый. То есть он не принимает больше, да, наркотики? Ну, Тина, конечно. Конечно. А сейчас перейдем к старине Гиру. Как поживает Ричард Гир? Расскажи мне, как ты его уговорил? Ричард Гир получил визу. Мне прислали его паспорт с визой, я тебе вышлю. Только никому не показывай. Очень смешно. Там паспорт такой, виза Ричард Гир. То есть у тебя есть паспорт Гира, то есть ты можешь брать кредит. Ты понимаешь, что ты сейчас срочно можешь взять кредит на Гира? Ипотеку. Ипотека в Химках, Ричард Гир. Давай, а? Мне кажется, просто прославимся на весь мир. Ипотека на имя Ричарда Гира в Химках. Да, Ричард Гир, его команда меня достала. Я никогда не получал столько... То есть Ричард Гир отказался единственной от фотосессии с ВИПами, с Платинумом, потому что он боится, что на фотографии попадут политики. Конечно. Я думаю, что он боится этого. А он не боится того, что он в России, то есть это все окей, он принимает это, что он в России. Но ты не представляешь, сколько нам пришлось сделать, чтобы он не боялся приехать в Россию. А чего он боится-то? Я понимаю, что его обвинят в чем? В чем его могут обвинить? Чего боятся-то? Поддержка политического режима. Бред, конечно. А скажи мне такое... Ну, извините меня, Канниман и мама Илона Маска мне вернули гонорары, уже заплаченные им, чтобы не приезжать в Россию. А скажи мне про Каннимана и маму Маску. Сколько денег ты им заплатил? 80 тысяч долларов Канниману и 150 тысяч долларов маме Илона Маска, и они мне все вернули. А сколько стоило? Я никогда в жизни не видел, чтобы американские спикеры возвращали деньги. Особенно с учетом того, что Канниман еврей. А скажи мне такую вещь, пожалуйста. А Ричард Гир сколько стоил? 350 гонораром, ну плюс сверху расходов там получилось 420-430. И Гир... Почему Гир? Я когда был в прошлом году у Далай-Ламы, Далай-Ламы сказал, что у него есть два любимых ученика, но три. Кирсан и Люмжинов. Это Ричард Гир? Ричард Гир и Боб Турман. Ну, да, я как раз хотела спросить, Папу Ум и Турман в этом тройке или нет? Ну, Папу Ум и Турман нам не нужен, но, кстати, товарищи моих близких. Но нам нужен Гелик. В Гелик садится, соответственно, Ричард Гир. Вместе с Ричардом Гиром Кирсан и Люмжинов. Кстати, почему он не с нами? Ну, а дальше... Тина, твои эротические фантазии не знают предела, когда ты кушаешь. Григорий, ну, а как? Сегодня Черная Пятница. Ты понимаешь, что каждая женщина сегодня перевозбуждена. Ты уже сделал своим сотрудницам подарки в рамках Черной Пятницы? Да, я сделал подарки всем своим сотрудницам в виде того, что я запустил Черную Пятницу в Синергии, я устроил беспредельную распродажу всех образовательных форматов. Меня даже сейчас в Инстаграме сравнивают с СССР. Говорят, что доступность образования в СССР была и то меньше, чем теперь в Синергии. Нет, Гришенко, ты в этом смысле, конечно, человек очень активный. Я всегда говорю, я тебя сравниваю, когда начинаю про тебя говорить. Я говорю, вот был Андрей Разин. Его все ненавидели. Но только Андрею Разину удалось создать российский шоу-бизнес. А почему меня все время сравнивают вот с такими персонажами? Это я тебя стала сравнивать. А ты знаешь, почему меня не сравнивают там с Чигеварой, с Андреем Сахаровым, с интеллектуалами? Нет, подожди, еще ты успеешь стать Чигеварой. Был очень крутым маркетологом и пиарщиком. Ты знаешь, вот, кстати, у нас в стране в силу того, что в креативной индустрии уровень конкуренции очень низкий, мы перестали креативно заниматься маркетингом реально. Вот в этом главная проблема. На самом деле, знаешь, почему ты всех раздражаешь? Ты занимаешься невероятно круто агрессивным маркетингом. То есть придумать и собрать реально Роберта Софию, Стивена Сигала и Хабиба Нурмагомедова в одной картинке это крутой маркетинг. Это правда очень круто. Я могу сказать, как человек, который много компаний в своей жизни пережил. И вот это то, за что тебя не любят, потому что ты раздражаешь, ты никого не оставляешь равнодушным. Ты из категории тех людей, которых или любят, или ненавидят. Или говорят, что ты полный маркетинг. Я думал, вся проблема в том, что я армянин. Нет, Гришенька. Конечно же, мы сейчас, ты же шутишь, а если серьезно, то есть люди делятся или на тех, кто реально в тебя верит, как чуть ли не в гуру, который дает возможность начать все сначала, начать чему-то учиться, начать меняться. Лучше более как мошенника. То есть к тебе нет серединного отношения, понимаешь? То есть есть какой-то менеджер от образования Григорий Оветов. Нет. Люди говорят, есть или невероятный чувак Григорий Оветов, который дал возможность мне изменить мою жизнь, или есть Григорий Оветов, мошенник, который привез Тони Робинса, теперь привезет Ричарда Гира, Софию, Венди Сузуки, мы про нее не поговорили. А сейчас расскажи про нее. Венди Сузуки недавно выпустила интервью в журнале «Благодаря тебе», в журнале «Эль», и она теперь активно прокачивает в российском инфопространстве «Благодаря тебе» тему того, как физические упражнения влияют на работу мозга. И я думаю, что для нее российский рынок теперь будет открыт, потому что, ты же знаешь, очень сильно любят господина, ой, госпожу, которая про мозг рассказывает, напомни мне, Седовлад, Черниговская, Татьяна. Вот Венди Сузуки, она, конечно, в России будет конкурентом Черниговской, достаточно мощным. Мне еще нравится, что она человек абсолютно аполитичный. И она вот, ты же говорил тоже, даже с ней же не было проблем, она аполитичная, она над вот этими всеми политическими перипетиями. Она про человека в целом и про мозг человека в целом. А какой человек национальности страны гражданин, ей вот абсолютно все равно, за что я ее очень уважаю. Ну и я, конечно, жду твоего интервью с Венди уже после форума, не на полях форума, а потом, значит, это будет дико любопытно, конечно, как вы будете разговаривать. А скажи мне такую вещь, она сейчас замужем? А мы узнаем как раз. Потому что у нас жених, у них товар. А у нас кто? Жених. Кто у нас жених? Да. Я, Гриша. Я у нас жених. Хорошо. Это было сейчас сильно. Я нормально к этому отношусь, Кина, не надо этого смучаться. Значит, я считаю, что на полную любовь это тоже любовь. Тем более, когда две красивые женщины. Это понятно, Гриша, но мне просто кажется, что тандем армянина-аветова под зонтиком синергии и японки этнической, родившейся в Америке, которая провела свое детство во Франции, имела страстный бурный роман с французом, стала толстым нейробиологом в Нью-Йорке, у которой не было личной жизни, потом похудела, стала устраивать свою личную жизнь. Если файмили с синергией вас объединит как два любящих сердца, я берусь этот блокбастер экранизировать. Мне почему-то есть внутреннее ощущение, как будто меня сливает грузинка. А? Я что-то не так сделал, я не могу понять. Я как-то... А почему? Это из-за того, что я Сегала... Это потому, что я Сегала позвал, поэтому меня сливают в Америку. Непонятно, в какой штат. Во-первых, я хочу увидеть лицо твоей мамы, когда ты придешься, и скажешь, мама, я живу из Нарипонки. Я не хочу увидеть ее лицо. Я не хочу. Ну все хорошо. Ты пойдешь. Вот это все, вот это и многое другое ты скажешь со сцены. Сейчас скажи мне, почему в конце концов ты как дирижер, продюсер и организатор решил сам спеть на сцене? Зачем ты выступаешь сам? Ну потому что мне кажется, что надо, чтобы на форуме выступало больше умных, талантливых, красивых людей. Это ты про себя, правильно? Ну конечно, я про себя, ты меня спрашиваешь, почему ты хочешь выступить? Я считаю, что чем больше сильных выступлений, чем больше ярких ораторов, тем лучше. Тем более у меня тема выступления, видишь какая? Образование умерло. А кто может рассказать про то, что образование умерло лучше, чем я? Никто. Уже в нашей стране точно это может делать хорошо. Знаешь, что мне интересно? Мне больше всего хотелось бы от тебя узнать несколько вещей. Человек, который тебя в рамках твоей деятельности, всех этих форумов, как спикер, разочаровал больше всего? То есть ты его заказал, привез и понял, что это полная фигня? Бодде Шефер, немец. Я прочитал все его книги, я был его фанатом, я пригласил его, он оказался дико дохлым, совершенно неинтересным чуваком. Бодде Шефер. Самые безумно глупо потраченные 40 тысяч евро в моей жизни. Но ты должен был сказать по-другому, что это лучший конкурент, приглашайте, буду конкурировать за него. Да, всем организаторам других форумов приглашайте Бодде Шефера. Видишь, все-таки умная грузинка. Значит, всех организаторов форума приглашайте Бодде Шефера. А скажи мне, пожалуйста, такую вещь, человек, который просто топ номер один был, ты всех кого-то привозил, это кто не Роббинс, кто лучше всех, или кто-то есть еще? Не, мне больше всех понравился Кьел Нордстром и Малком Гладуэл в Нью-Йорке. То есть все-таки вот мы увидим чувак Гладуэла. Гладуэл круг, да? О, ты просто кайфанешь, Тина. Это будет не гастрономический, а интеллектуальный оргазм. И он будет, поверь мне, не менее ярок для тебя, чем вот то, что ты сейчас переживаешь. А он хорошо выступает на большой аудитории, просто всегда кажется, что такие люди, как Гладуэл... А там не важно, мы... Там не важно, там важно, что он говорит. Да, он круто говорит, это хорошее ораторское искусство, это не Мансерский Эдеврис, но поверь мне, он такие крутые концепты задвигает. Ты сидишь прямо и у тебя все внутри горит от уникальности контента. Криша, скажи мне, билеты дорогие, как обычно? Сколько у тебя стоят официально самые дорогие билеты, средние? Вообще, какая ценовая линейка для билетов? Ну, вчера до 12 вечера стоило от 15 до 500, а в Черную Пятницу стоят от 9 тысяч до 500, но теперь я решил, как Тони Робинс учит, увеличить ценность билета, и я билеты сделал немного дешевле на Черную Пятницу, но сильно увеличил их ценность за счет других образовательных программ, тренингов, онлайн-практикумов, так, чтобы человек, который купил билет, мог еще полгода учиться в Синергии. Вопрос. Можешь один билет подарить моим подписчикам, но только тому, кто ответит на какой-то супер, невероятно сложный вопрос в Директе. Вот просто очень сложный вопрос. Самый дешевый, 9 тысяч, который стоит. Могу выкупить? Не, выкупать не надо, конечно, давай подарим, а что, надо вопрос задать, или как? Да, очень сложный, только сложный вопрос, чтобы ответили в Директе, мне на этот вопрос. Но вопрос должен быть очень сложный и интересный. Нет, не мне, подписчикам, кто ответит первым, тот и получит. сложный вопрос, да, почему китайцы, чемпионы мира по математике на всех олимпиадах, именно ребята из Китая? Почему китайцы, повторю вопрос, чемпионы мира на всех олимпиадах по математике? почему китайцы чемпионы мира по олимпиадам, по математическим олимпиадам во всем мире. Ты мне сейчас дашь ответ, когда мы закончим эфир, и, соответственно, тот, кто первым правильно ответит на этот вопрос, получит билет. Правильно? Совершенно верно. Сказать, где кроется ответ? Нет, конечно. Зачем? Только подсказки. Нет, давай скажем, потому что пусть читают. Нет, нет, Тин, пусть читают. Они же хотя бы прочтут. В книге гений-аутсайдера Малкома Гладуэла. О, если вы эту книгу сегодня вечером прочтете, вы там много чего интересного узнаете. У нас там ядра прямой эфир прошел. Представляешь, люди после прямого эфира прочтут книгу. Слушайте, на самом деле, если вы прочтете книгу Малкома Гладуэла сегодня вечером, вы точно об этом не пожалеете. Если получите билет, считайте, что вам повезло дважды. Если билет не получите, то реально откройте для себя, если говорить серьезно, Америкуучи, в котором очень много чего повторяется, много друг друга люди воруют, и много чего говорится очень банального, то Гладуэл в этом смысле, правда, интеллектуал умничка, который дает очень системный и парадоксальный взгляд на мир. То есть есть вещи, которые мы так делаем, но не замечали, и нам кто-то сформулировал, обратил наше внимание, наш фокус на эти вещи. Вот Гладуэл это железобетонно может. Заканчивая наш эфир, Григорий, не могу тебя не попросить. Расскажи напоследок хороший армянский анекдот. Самый сильный анекдот про бизнес, который я услышал на днях. Машина едет, колесо выбитое, чувак выходит, колесо вылетело, и все болты разлетелись по дороге, болты найти не может. А там психбольница, и у забора психи собрались. В нескольких психах. И он говорит, ребят, что делать, не знаю, как быть, колеса нет, болты разлетелись. Они говорят, а ты с каждого по колесу остальному сними по болту, и три болта вкрути, и езжай на здоровье. Он говорит, слушайте, а как так вообще вы в психбольнице такие сообразительные? Они говорят, ну мы психи, но мы же не идиоты. Кришенька, я надеюсь, что у тебя будет блистательное выступление на Synergy Global Forum. С понедельника гуляем, правильно? Понедельник, вторник гуляем на глобальном форуме. Заходите ко мне на ссылку в профиле, там есть все условия акции «Черная пятница». Черная не потому, что мы кавказцы, а потому, что распродажа невероятная. Всех увидимся в понедельник. Как сказал мне один сегодня товарищ, «Черная пятница» была только у одного мужчины, Робинзона, все остальное лохотрон. Но это такое клише, друзья мои, на самом деле. Про бренды я сегодня большой пост сделала, посмотри, почитай меня в телеге, там на блоге «Эхо Москвы». У брендов такая добавочная стоимость, Гриша, что это «Черная пятница», просто даже вот она не помогает нам, покупателям, тех, кто покупает, например. Я знаю, да. Но мы в силу того, что у нас себестоимость, в отличие от телефонов, не очень высокая, низкая, мы смогли позволить себе сильно снизить стоимость билетов. Это очень круто, потому что на самом деле ничего не будет ценнее в мире будущего, нежели знание. Знание будет вашим билетом в будущее, потому что без знаний новых туда точно мало кто сможет отправиться. Чудес не бывает. Хочется с тобой долго говорить, потому что на самом деле, ты знаешь, люди сегодня в России особенно, они очень боятся смотреть в правду в глаза. Я имею в виду автоматизацию, я имею в виду то, что большое количество людей, к сожалению, постоянно не образовывается, я имею в виду то, что большому количеству людей не хочется понять, что в течение всей жизни придется переучиваться, менять места работы, находить новую работу, устраиваться на эту работу, в 60 лет получать новое образование. И круто, что мы про это говорим. Потому что чем больше людей нас услышат, тем быстрее они подготовятся к этой новой жизни. Криш, зажжем на форуме, я тебе обещаю, я желаю удачи тебе, мне, всем участникам, кого ты пригласил, и обещаю, что у нас будет селфи «Я, ты и робот София». Обязательно. Я, ты и робот София Хабиб Нурмагомедов. Селфи года. Все, люблю тебя.